Привет! Уже больше года назад вышло видео про воткокерку, бункер, который породил мемов больше, чем я за всю свою жизнь. Однако в сентябре 2020 года воткокерку окончательно пофиксили, запретив ставить лестницы внутрь потолков. После этого фиксы воткокерки разработчики добавляют в игру новые, спиральные лестницы, и второй раз наступают на те же самые грабли. Да, всё верно, они ставятся внутрь потолков. Это последний видос в уходящем 2020 году, так что пора показать тебе новую воткокерку. Разминаем ручки и пойдём попробуем новую игрушку. Mobile Legends это мобильная моба с аккуратной графикой, простым и интересным геймплеем, сбалансированной системой прокачки и, что самое главное, удобным форматом. В автобус сел, быстренько всех нагнул, спокойно огляделся, оп, и твоя остановочка, да ещё и озвучка на русском есть. На Новый год у игры много планов, в частности, прямой эфир с кучей щедрых подарков, таких как, к примеру, новые Xiaomi Poco. Но в январе пройдёт очередной турнир под названием M2, где будут участвовать русские команды. Поболеть за них также можно будет в прямом эфире. Мне лично игра понравилась своей простотой. Ты только зашёл и уже играешь без всяких там 100 метровых обучений и прокачек. Сразу в мультиплеер, и, как видишь, даже без этой самой прокачки всё получается очень неплохо. Чувствую, я конверю так наиграю, что меня в команду возьмут. Ты только глянь на этих ликующих тиммейтов. Пробуй ты, буду особенно благодарен, если скачаешь Mobile Legends именно по моей ссылочке. Она, кстати, уже лежит в описании. Чемпионат мира M2 в разгаре. Скорее скачивай. Говорю сразу, это не 20-минутный видос, а всё том же томе с четырьмя изменёнными стройблоками. Сегодняшняя вудкокерка – это другая концепция и другая идея. А идея заключается в том, чтобы за минимальное количество ресурсов построить такую кибитку, которая взорвёт рейдеру мозг, защитив твои ресурсы от раннего рейда с отчелями, и не потратить при этом ни твоего времени, ни сил. Если опираться на мои собственные критерии оценивания домов, то в этой кибитке я был нацелен на стоимость и сложность строительства, а также на прочность. Новая вудкокерка максимально удешевлена, не требует никаких рецептов и очень просто строится. При этом способна поглотить сотню сачелей или около косаря разрывных. Внешне база выглядит непримечательно, но весьма узнаваемо. Впрочем, оно и к лучшему, ведь даже если потенциальный рейдер узнает, что это вудкокерка, он вряд ли захочет её рейдить. Давай покажу тебе всё от первого лица, и мы разберёмся, как её строить. На входе нас встречает торгомат, который не даст пройти в дом никому, кого в этом доме не ждут. Меня в нём ждут, так что я просто его разворачиваю и иду дальше. Здесь у нас скромный спальник, три печки, второй верстак и очень много ящиков. Первый для фаз сброса, лежит прямо около входа. Дальше у нас есть сразу три больших и шесть маленьких ящиков, в лёгком доступе. Маленькие можно ставить по желанию, я их совсем не люблю, да и хлам в доме не приветствую, так что ставить бы лично я не стал. Во всех верхних ящиках можно хранить разный лут, который часто пригождается, к примеру, оружие, шприцы или шмотки. С остальными сундуками немного сложнее. Я бы сказал, много сложнее. Они зарыты под потолками, и хотя их и видно под разными углами, заутать их рейдеру будет очень непросто. Об этом мы подробно поговорим немного позже. Всего под полом сныкано шесть ящиков, что доводит общую вместимость дома до 400 слотов. Правый по расположению ящик лутается через правую дырку в полу, логично. Левый лутается в самый левый заметный пиксель, это несложно. Ну и не стоит забывать про шкаф, который спрятан вот в этой стенке. Залутать его, не разрушив стены или потолки, также невозможно. Гантрапы ставятся по желанию владельца дома. Я выбрал вот такое расположение. Если в центре дома не ставить ковер, то есть еще одно удачное место для гантрапа, на второй лутовой. Он будет нацелен прямо на подъем, так что прочекать его аккуратно у рейдера вряд ли выйдет. Так, дом показать показал, теперь давай строить. Для того, чтобы построить самую первую стадию данной кибитки, хватит тысячи дерева и шести тысяч камня. Также стоит заранее подготовить шкаф, спальник и дверь. КОНЕЦ Если у тебя есть чуточку больше камня, можно сразу же поставить небольшой буфер, чтобы дверь перекрывала проход внутри дома. Итого 6400 камня. В случае, если есть возможность найти плавленый металл, к примеру, переработав компоненты и ненужный хлам в ближайшем магазине, то можно сильно сэкономить на камня. Просто строй, улучшаемый мной в металл блоке, сразу металлическими. В этом случае на первый вариант застройки уйдет всего 2000 металла, 3200 камня и все так же 1000 дерева. У тебя уже есть место, где можно жить и куда можно таскать ресурсы. Теперь следи за мной, я покажу как постепенно, шаг за шагом, привести его к идеальной стартовой базе, в которой можно легко накопить ресурсы для строительства мейна. А те, кто мало играет в игру, могут и вовсе прожить в такой базе до конца вайпа, пристроив к ней дополнительный этаж, к примеру. Но об этом также позже. Первым делом поставим несколько сундуков, где будут храниться наши ресурсы. Поначалу это могут быть маленькие сундуки, вот в этих вот треугольниках, ну либо большие сундуки. Первый верстак мы временно можем поставить около входа. Сразу закрываем шкаф, для этого используем низкую и половинную стенки, их лучше оставить в металле. Начинаем обустройство первой нелутаемой лутовой. Сначала ставим полустенку и от нее отводим потолок направо. Теперь от него ставим треугольник и под него подкладываем винтовую лестницу, как на видео. Дальше тебе нужно ставить сундуки как можно ближе к боковым стенам. Первый сундук ставится в самый угол, второй впритык к нему. Не забывай все улучшить на замки, это важно. Теперь остается только поставить закрывающую полустенку и улучшить все в металл. Вот только не спеши с лестницами, их к сожалению придется апать исключительно в МВК, иначе второй сундук будет невозможно залутать. Щели между ступеньками есть только у МВК лестниц. Однако не переживай, ты можешь оставить лестницу в дереве вплоть до того момента, пока не накопишь МВК, а пока что пользоваться только правым сундуком. По подобному принципу мы обустраиваем и вторую лутовую. Ну и да, ты все правильно понял, третья лутовая строится точно так же. Перед установкой лутовых, понятное дело мы закрываем треугольники. Так что если у тебя там стоят сундуки, заранее перекинь весь лут на пол или засунь в свой инвентарь. По сути кибитка уже практически готова. Всего было потрачено 3700 металла, 75 МВК, 3200 камня и пара тысяч дерева, без учета затрат на ящики. Нам конечно же нужны будут печки, но готов обрадовать. Их можно поставить когда угодно. Ставятся они вот в этот угол. Третью при желании мы ставим рядом с верстаком. Верстак, к слову, я уже поменял на второй тир. Между ним и двумя печами идеально влезает ящик. Для удобства можно развернуть полустенку. Таким образом у нас тут умещается ящик, 3 печи, верстак и спальник. А в лутовых уже установлено 6 больших ящиков. Однако и этого может быть мало особо пвпшным игрокам. Не беда, ведь 3 дополнительных сундука мы можем установить сверху лутовых. Осталось нам только укрепить вход. Для этого используем одну из фишек из моей большущей подборки. Крафтим магазин, заходим в буфер, отворачиваем магазин от стены и ориентируясь по вот этим полосам устанавливаем магазин как на видео. Это не новая фишка, но если ты её никогда не тестил, рекомендую попрактиковаться на сэндбокс сервере. Теперь вход в наш дом возможен только если автомат повёрнут к нам дисплеем. Не забываем перевернуть вторую дверку, чтобы она открывалась внутрь и не площала нам проход. Для дополнительной защиты улучшаем второй дурвей в металл. Для особо капризных рейдеров в металле можно оставить также и фундамент. Таким образом, чтобы войти в дом через двери, придётся потратить минимум 23 сачеля. А это, между прочим, больше 11 тысяч серы. Тем временем, общее потребление максимально улучшенной кибитки составляет 556 металла, 406 камня и 10 мвк в сутки. При этом для строительства не нужен ни один рецепт вообще. Как тебе такое, Илон Маск? К слову, напиши сейчас в комментарии, сколько в среднем ресурсов потребляет твой дом и сколько человек с тобой играет. Всегда было интересно это узнать. Теперь поговорим о тонкостях рейда лутовых. И почему в этом доме всё работает именно так, как оно работает. Как я уже и сказал, прородителем этого дома стала воткокерка. С её потрясными лутовыми, которые можно было зарейдить, но это было делать настолько взрыво, что мало кто решал с этим заниматься. Тут у нас принцип очень схожий. Залатать все эти ящики в теории можно практически без затрат. Но для этого нужно совершить столько танцев с бубном, что проще будет нафармить на 600 разрывных и пройтись тупо через перекрестие дома по потолкам. 600 разрывных это всего лишь на 15 тысяч серы. Однако как же приятно, когда будка 2х2, построенная буквально за 3 минуты, отнимает у рейдера серу, которую пришлось колотить несколько часов. Все три лутовые абсолютно симметричные. И да, ящики внутри лутовых можно с легкостью сломать хоть копьём, хоть луком. Но в зависимости от того, как и где ты их будешь ломать, изменится место выпадения лута и возможность его залатать. Сначала разберёмся с простыми сундуками. Это те, которые стоят ближе к углам дома. Их можно залатать вообще без особых затрат, если тебе повезёт. Для этого берём копьё, к примеру, и этим самым копьём начинаем колотить ближний край сундука. Когда он выпадет, нужно встать ровно над лутом и выцепить пиксель. Если всё пройдёт удачно, и лут приземлится на нужное место, его можно будет залутать. Чего не скажешь о других способах разрушения этого ящика. Ломать его ракетами, разрывными или огненными стрелами не стоит. В этом случае место выпадения лута будет менее выигрышным, и его вряд ли можно будет забрать. Второй ящик куда заковырився. Во-первых, его можно сломать через ту самую дырку, через которую мы его используем. Но в этом случае лут выпадает туда, откуда его никогда нельзя будет достать без руччатки. Ещё хуже, если этот ящик мы будем выбивать огнём. В этом случае лут выпадает за пределы лутовой и падает в буферку, которую мы перед этим заколотили в камень. Но вот чтобы залутать этот сундук, нужно ломать его с обратной стороны, причём опять же это полнейшая лотерея. Можно ли будет на самом деле его залутать, знает один Гарри Ньюман. Ракеты и огонь в данном случае тоже использовать не стоит. Ладно, хорошо, а что если мы хотим без затрат по серии забрать 100% лута в этом доме? Без всякого рандома и нервотрёпки. Достаточно лишь выбить ступеньки, либо металлические стены. По одной на каждую лутовую, и звучит-то оно круто, да вот только в пересчёте на ресурсы у нас уйдёт минимум 9 дрелей и минимум 40 минут времени. Как ты понимаешь, нахрен такая математика никому не интересна. Вот и получается, что эти лутовые куда проще пробахать за 15 тысяч серы, чем решать эти странные ребусы. Они берут незащищённостью, их просто лень скрывать чем-либо кроме взрывчатки. И это так, даже если рейдер посмотрел данное видео. Если же он встретил этот дом на сервере и понятия не имеет, что тут да как, то может быть такое, что часть лута и вовсе не будет никогда найдена. А в особенности он может не обратить внимание на следующие простые да безумие вещи. Во-первых, за шкафом можно поставить ящик, костёр или печку, которую никто и никогда не увидит, пока шкаф не будет разрушен. Сам шкаф можно спрятать за обычным ковром. В этом случае 9 мам из 10 подумают, что шкаф запечатан наглухо в буферке и не станут его искать. Под верстаком, кстати, сныкан вот такой вот простейший сундучок, который, тем не менее, почти не видно. В торговом автомате также может храниться какой-никакой лут. И в случае рейда дома с крыши ни один гений не станет бахать входной треугольник, тем самым оставив входной торгомат незалутанным. Только ценного в него класть ничего не стоит, ведь он находится за одной металлической дверью. А вот положить туда какую-нибудь двушку или банальную гранатку – отличное решение для защиты от рейда. Только не забывай, что с лутом на борту торговый автомат нельзя вращать. Теперь касаемо шкафа. Не стоит забывать, что дом у нас абсолютно симметричный снаружи, так что шкаф можно поставить в любой из трёх треугольников. А то есть бахнуть этот дом сразу в шкаф сможет только тот, кто угадает, где этот самый шкаф установлен. Устанавливать его, кстати, нужно как можно ближе к центру дома, иначе его будет тяжелее лутать. Также внутри дома остаётся немало свободного места. Чтобы по нему было проще ходить, внутри можно поставить ковры. Это, кстати, единственный предмет, который требует изучения. Аж целых 20 скрапа. В это же пространство можно напихать ещё сундуков, как я показывал в начале, но также сюда при надобности можно поставить репейр. Ресёрч, к сожалению, по высоте не влезает. Так что эти удобства остаются на улице. Теперь давай разберёмся с улучшением всего этого мероприятия. Для начала стоит сказать, что база, которую я показываю, это именно кибитка. Ни мейн, ни бункер, ничего подобного. Она предназначена для жизни в соло, максимум со вторым верстаком. Если же у тебя есть тиммейт, либо ты просто не любишь большие дома и хотел бы жить в этой кибитке до конца вайпа, то у меня есть три варианта расширения этой базы. Первый, самый простой и очевидный, это дополнительная парочка дверей. Такой буфер можно поставить, если тебе прямо совсем не хватает места внутри. К примеру, на установку второго верстака, ведь новая система предполагает наличие нескольких верстаков в одном доме. Также сюда можно переместить печки, а внутри поставить кровать. Ну или же поставить тот же самый репейр. Второй вариант расширения – дополнительный слой буфера по всему кругу. И дополнительный буфер сверху с гаражками. В этом случае открывать и закрывать гаражки можно будет через замки, а минимальная цена рейда в центр дома увеличится до 15 тысяч серы. Плюс мы получаем разделение лутовых гаражками, что порядочно увеличивает цену рейда самих лутовых. А то есть плюс-минус 35 к серы на целый дом. Третий вариант для тех, кто не любит ползать по всему дому рычком. Мы строим потолок в центре, на полэтажа выше. Прямо как в той старой луткокерке. У нас появляется куча свободного места. Вот пример, как его можно занять. И последний вариант расширения – это второй этаж. Выход можно организовать либо отдельно, тем самым разбив дом на два независимых этажа, либо выбить один из центральных потолков и поставить на его место люк, что, как по мне, не очень защищенный вариант. На втором этаже можно поставить 4 дополнительные лутовые, по краям, тем самым заставляя рейдера бахать абсолютно все комнаты на всех этажах. И теперь самое важное. Не нужно расширять этот дом сильнее. Нет смысла катать внутренние лутовые в МВК. Нет смысла ограждать всё тремя буферными слоями и заставлять весь дом гаражками. Это экономичный, компактный и очень простой в строительстве дом для старта. Ну или максимум мидгейма. Если хочешь жить в защищенном доме и дефайтрейт от клана – строй мейн. По сути, я сделал этот дом по большей части для себя. Я терпеть не могу большие дома, которые обязывают тебе постоянно быть в онлайне, постоянно кормить их ресурсами. Терпеть не могу дома, которые нужно долго строить. Ну и я никогда не контролю территорию около дома, не строю острелочные этажи и не расставляю турели. Если ты такой же, как и я, то ставь лайкос под видео и строй нового футкокерку. Ну и крутых праздников!